МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем! Сегодня 23 февраля, День защитников Отечества. И мы от души поздравляем вас, дорогие наши защитники, с праздником. И вас, Александр, я тоже поздравляю. Спасибо. Приветствуем вас, дорогие телезрители. Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы. Александр Рохленко и Елена Шмирева. 23 февраля 1943 года, в день 25-й годовщины Красной Армии, в бою близ деревни Чернушки под Великими Луками, совершил свой подвиг рядовой Александр Матросов. Посмертно Александру Матросову было присвоено звание Героя Советского Союза. В Красную Армию Матросов был призван Кировским райвоенкоматом Уфы в Башкирии в сентябре 1942 года. И уже через два месяца попал на Калининский фронт. 23 февраля 1943 года батальон, в котором служил Александр Матросов, получил приказ атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень Лакнянского района Псковской области. Как только наши солдаты прошли лес и вышли на опушку, они попали под сильный пулеметный огонь противника. Пулемет продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону Дзота пополз красноармеец Александр Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемет снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к Дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Ценой своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделения. Через несколько дней имя Александра Матросова стало известно всей стране. Посмертно ему было присуждено звание Героя Советского Союза. И тут нельзя не сказать, что в ходе Великой Отечественной войны, как зафиксировали документы, свыше 400 солдат совершили тот же подвиг, что и Александр Матросов. Честь им и слава. В канун 26-й годовщины Красной Армии наши войска форсировали Днепр. И 23 февраля 1944 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о присвоении звания Героя Советского Союза более чем 200 генералам, офицерам, сержантам и рядовым. Несколько тысяч воинов были отмечены орденами и медалями. 23 февраля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта после месячной осады и упорных боев полностью овладели городом и крепостью Познань, стратегически важным узлом обороны немцев на берлинском направлении. 23 февраля 1945 года был издан приказ Верховного Главнокомандующего об итогах зимнего наступления. В нем говорилось о том, что наша земля уже очищена от захватчиков, нанесен небывалый удар от Балтики до Карпат. 2-й и 3-й Белорусские фронты ведут бои в районе Кёнигсберга. Первый украинский вышел на Одер. Завершены Висло-Одерская, Варшавско-Познанская, Сандомиро-Селесская операции. В тот же день, 23 февраля 1945 года, Уинстон Черчилль прислал поздравления по случаю праздника Красной Армии. Он писал, Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делали мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед. Сегодня 23 февраля, в эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. В период смуты, 23 февраля 1610 года, ночью лжецарица Марина Мнишек покинула Тушинский лагерь, оставив письмо, в котором говорилось о невозможности выносить далее выговоров, глумления и пренебрежения, и что, не будучи уверенной в своей безопасности, должна бежать она к мужу. Дочь богатого и влиятельного воевода она согласилась выйти замуж за лже Дмитрия I, мечтая стать русской царицей. Весной 1606 года с отцом и многочисленной свитой Марина Мнишек выехала в Москву, где после венчания и коронации царствовала неделю. После гибели лже Дмитрия I в 1606 году его жена находилась под охраной в Москве, затем вместе с отцом была отправлена Ярославой. В июне 1608 года Марина Мнишек была возвращена в Москву и отпущена в Речь Посполиту, с условием не называться московской царицей. В августе 1608 года она была перехвачена у крепости Белая, отрядом лже Дмитрия II, и доставлена в Тушино, где признала самозванца спасшимся мужем. Плохо жилось ей с новым мужем, как видно из ее писем к великому князю литовскому Сигизмунду, но стало еще хуже с его бегством зимой 1609 года из Тушино. Боясь быть убитой, она в гусарском платье с одной служанкой и несколькими сотнями донских казаков в ночь с 23 на 24 февраля тайно покинула Тушино и отправилась в путь. Покидая Тушино, Марина Мнишек обратилась к польским солдатам с прощальным посланием. Оно было выдержано в патетическом тоне. Царица объявляла, что не может более выносить оскорбления, невинности и презрения. «Полно сердца скорбью, что и на доброе имя, и на сан от Бога данный покушаются». Она бежала в Дмитров к Сапеге, а оттуда, когда город был взят русскими, в Калугу к Жедмитрию II, прозванному Тушинским вором. После его гибели Марина Мнишек сошлась с казачьим атаманом Иваном Зарудским, претендуя на русский престол от имени своего малолетнего сына Ивана, от Лжедмитрия II. При продвижении русского ополчения к Москве Марина Мнишек и Зарудский бежали в Астрахань, а затем на реку Яик, где казаки выдали их правительству. Зарудский и четырехлетний ее сын были казнены, а она, по сообщениям русских послов польскому правительству, умерла с тоски по своей воле. По другим источникам она повешена или утоплена. Кроме того, существует и другая версия, будто бы Марина Мнишек была заточена в круглой Маринкиной башне Коломенского Кремля, где и скончалась. Сегодня 23 февраля. В эфире программа «День веков. Хронограф». Мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 23 февраля 1863 года английские путешественники Джон Спик и Джеймс Грант объявили об открытии ими истоков Нила. Тогда европейцы наконец-то узнали, откуда берет начало Великий Нил. Всю первую половину 19 века тайно это мучило географов. Тем более, что к тому времени многое было уже нанесено на карту. А вот центральные части Африки продолжали пестреть белыми пятнами. Тогда-то Джон Спик и Джеймс Грант вышли к истоку Нила, к озеру Виктория. Длина Нила 6671 километр. В долине и дельте реки уже несколько тысяч лет живут египтяне. Не было бы Нила, не было бы и государства. Заметим, что привычное европейцам название Нил египтяне не употребляют. Для них это река Эль-Бахр. Сегодня 23 февраля. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Обратимся теперь к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 23 февраля 1954 года открылся пленум ЦК КПСС. Он рассмотрел вопрос о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и освоении целинных и залежных земель. Пленум определил конкретные задачи. Расширить посевы зерновых культур в 1954-1955 годах за счет освоения целинных и залежных земель не менее чем на 13 миллионов гектар и получить в 1955 году с этих земель 1100-1200 миллионов пудов зерна. Призыв партии и правительства, как тогда писали газеты, быстро нашел отклик в сердцах советских людей. И уже в первой половине марта народ потянулся на целину. На неосвоенные земли Казахстана ехали комсомольцы со всех краев страны. В результате на целину прибыло свыше 640 тысяч человек. С весны 1954 года развернулись работы по распашке целины. Опять же, как писала советская пресса, благодаря массовому трудовому героизму советских людей в 1954-1955 годах в стране было распахано 29 миллионов гектар. 23 февраля 1958 года в Москве состоялась торжественная закладка памятника Победы на Поклонной горе. На ней присутствовали министр обороны СССР Малиновский, маршалы Конев и Соколовский. Тысячи москвичей пришли в этот день на Поклонную гору. На Поклонной горе был установлен памятный гранитный знак с надписью «Здесь будет сооружен памятник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Тогда же вокруг посадили деревья, заложили пар, который назвали именем Победы. В 1970-80-х годах на сооружение монументального памятника от проведенных субботников и личных взносов граждан было собрано 194 миллиона рублей. Однако строительство памятника началось лишь в 1990-е годы в преддверии 50-летия Победы. Ударными темпами был сооружен грандиозный скульптурно-архитектурный комплекс. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков. Хронограф». До скорой встречи!